Итак, всем здорово! Сегодня Xiaomi показали свой новый телефон. Называться он будет Mi 6X. В прошлом году у них выпущен был Mi 5X, и он был чисто для китайского рынка. Потом на базе этого смартфона вышел Mi A1 для глобального рынка с чистым Android. И в этом году ситуация повторяется. Сейчас вот они выпустили Mi 6X, с 27 апреля уже начнутся продажи в Китае, и через какое-то время уже будет показан, наверное, Mi A2. То есть это будет точно самый такой же телефон, как Mi 6X, Mi A2, только за место MIUI там будет чистый Android. Ну и может быть какие-то еще там пару фишечек сделают, как вроде в Mi 1 был улучшен звук в сравнении с Mi 5X, может быть там тоже звук улучшат или еще что-нибудь сделают, но скорее всего все на том же месте и останется. Вот, давайте поговорим сегодня как раз вот про этот Mi 6X. Как вы видите, дизайн остался такой же, как у Redmi Note 5, который я уже заказал и который до сих пор мне не отправили, потому что нету глобальной версии еще у продавцов. Я сделал предзаказ именно на глобальную версию, уже больше месяца жду, но до сих пор глобальной версии нету, и меня кормят завтраками, все, скоро отправим, скоро отправим, до сих пор не отправляют. Но я особо не переживаю, потому что я заплатил деньги, и 10 тысяч, и в принципе это хорошая цена, и я подожду. Китайская версия, есть несколько цветов. Вот такой вот голубой, красный, золотой, и по-моему и все. Мне больше всего понравился красный цвет, это будет у него задняя крышка красная, вот эта, а перед будет черный. Вот так смотрится, но я думаю, что такой цвет будет на Алиэкспрессе стоить дороже, чем все остальные, и скорее всего придется брать там бело-золотой какой-нибудь, он будет самый дешевый и раньше всего появится. А в отличие от того же Redmi Note 5, вы как все знаете, у Redmi Note 5 у него есть пластиковые вставки снизу и сверху, но у Mi 6X уже пластиковых вставок нет. То есть это цельнометаллический корпус, ну и это, конечно, лучше без этих пластиковых вставок, они со временем не расшатаются, это уже совсем другое впечатление, когда берешь цельнометаллический телефон в руку, но есть минус. Есть минус конкретный в сравнении с Note 5, об этом я вам сейчас расскажу. Давайте начнем, пожалуй, с того, с дизайна. Ну дизайн такой же, как на Redmi 5 Plus, на Note 5 единственное поменялась задняя крышка, она стала полностью металлической, то есть это уже говорит о том, что телефон у нас более дорогой, более премиальный. Следующее очень важное отличие от Note 5, от Redmi 5 Plus, это процессор. Процессор поставили Snapdragon 660. Чтобы вы понимали, Snapdragon 660 это такой процессор, как бы сказать, ну предтоповый. То есть он не топового уровня, это не 800 серия, но он вот прям вот на одну ступенечку ниже. Он тоже очень мощный, в нем хороший видеоускоритель стоит, в нем поддержка оперативной памяти LPDDR4X. То есть там все на флагманском уровне, там очень хороший модем, очень высокие скорости LTE, но все-таки не флагман. То есть это, ну, практически флагман. Такой же процессор, кстати, Xiaomi ставили в свой Mi Note 3 смартфон в прошлом году. И сюда они его решили поставить. В то время как на Note 5 обычном 636 процессор, а на Redmi 5 Plus вообще 625. Ну, 625 это как бы уже вообще ступенька ниже, это уже прям чистый такой середняк, и он уже не может конкурировать с тем же 660 или с тем же 636. Первое, что мне понравилось, это процессор. Второе. Всех долго бесило, что Xiaomi не начинает ставить USB Type-C в свои бюджетники. Они все время ставили вот эти microUSB старые разъемы, и наконец-то в этом телефоне USB Type-C появился. Теперь вы можете заряжать телефон с помощью USB Type-C, плюс еще будет поддержка Qualcomm Quick Charge 4.0. То есть быстрая зарядка этот телефон поддерживает. Это хорошо. Следующее это камеры. Здесь будет две вертикальные вот такие вот камеры, как на iPhone 10, как на Note 5, и они будут на 20 мегапикселей и на 12 мегапикселей. И апертура f1.75. То есть это говорит нам о том, что ночью он должен снимать хорошо. И они показывали даже фотографии в сравнении с iPhone X. Там, где iPhone X снимает ночью очень темно, этот телефон Mi 6X, там более светлые фотографии. Я помню, там фотография была, где девушка стоит ночью, и на iPhone прям ее лицо прям очень темное, там невозможно ее отличить, а на Mi 6X лицо светлое. То есть даже якобы без вспышки у него такая светочувствительная матрица стоит, и такая апертура классная, что он должен снимать вообще прям ночью отлично. Но это, конечно, все как бы презентация. Понятно, что они будут нахваливать всяческим образом, чтобы вы только его купили. Но на деле будет интересно посмотреть. Все-таки 20 мегапикселей камера, плюс 12 второй модуль, плюс еще фронтальная камера на 20 мегапикселей. То есть фронтальная камера должна быть тоже хорошего качества. Она будет фотать с эффектом размытия. То есть вы можете сфотаться на фронтальную камеру, и задний фон у вас будет размыт. Конечно, это будет все электронно осуществляться. Нету здесь двойной фронтальной камеры. Но тоже, я думаю, что можно будет из этого что-нибудь выжать. Тем более, если будет прошивка потом постепенно дорабатываться, постепенно это будет все улучшаться, я думаю, что от этого будет тоже какой-то толк. Еще, что прикольно, здесь будет задействоваться интеллект, искусственный интеллект в камере. То есть телефон будет сам определять от сюжета, какую фотографию вы фотаете, и сам подстраивать настройки под эту фотографию. Это должно тоже повышать качество. Экран остался 6-ти дюймовом. Разрешение такое же, Full HD+, как и на Redmi 5+, как и на Redmi Note 5. Здесь ничего не поменялось. Но самое главное, и непонятно, почему они это сделали, они зачем-то урезали батарею. Сократили батарею. Было 4000 мА на Redmi 5+, на Redmi Note 5. А здесь поставили на 3010 мА. То есть на целую тысячу просто взялись, батарею срезали. Я думаю, что они это могут оправдать тем, что в телефоне появилась быстрая зарядка. Типа, ну какая вам разница, сколько у вас аккумулятора емкостью. Вы его все равно можете быстро зарядить, там буквально за часа полтора. Так что не переживайте. Но мне это не нравится. Я не люблю пользоваться быстрыми зарядками, потому что телефон греется, аккумулятор быстрее убивается. И каждый день ими пользоваться тоже это не вариант. Работать, кстати, телефон из коробки уже будет на 8-ом андроиде. Скорее всего, я думаю, он получит обновление до андроида 9. Ну а Mi A2, который выйдет немножко позже, он может быть даже и до андроида 10 обновиться в дальнейшем. Потому что вообще они заявляют как поддержку вроде двух лет обновлений. На Mi A1 было так, они заявили, что два года будут точно поддерживать. То есть Mi A1 должен получить андроид 8, он уже получил, и получается андроид 9. А если покажут Mi A2, его покажут на 99%, то он должен будет получить андроид 9, получается, следующую версию, и андроид 10 еще. То есть он будет обновляться до 2020 года. Ну и, конечно же, ребята, цена. Цена на этот смартфон, я сейчас точно озвучу ценник. Есть три версии, но я думаю, самая распространенная, это будет самая дешевая версия, и она будет стоить 250 долларов. 250 долларов, 253, это будет версия 4.64. То есть, в принципе, это такой золотой стандарт. Я думаю, что даже больше переплачивать, ну и не надо, потому что, ну зачем, 4 гига оператива, это достаточно, 64 в стройке, это вообще вот так, мне даже 32 гигов хватает. То есть, как бы, ну, 253 доллара. Вот такая вот цена. То есть, это уже не совсем бюджетно получается, но не забывайте, когда вышел только Mi A1, я его покупал сначала за 230 долларов, а потом буквально через полгода он там подешевел до 180. То есть, цена, я думаю, упадет. И, может быть, к концу года он будет стоить где-то 210-220 долларов. Ну, это я так думаю. Ну, Mi A2, я имею в виду. Mi 6X лучше сейчас не брать, конечно, потому что, скорее всего, он будет для китайского рынка. Скорее всего, там не будет даже глобальной версии, глобальной прошивки. Вот. Так что, ждать лучше Mi A2. 6 гигов 64 в стройке. Будет стоить уже 285, то есть, на 30 долларов дороже. То есть, получается, если вы хотите прибавить 2 гига оператива, вам придется доплатить 30 долларов. И будет супер-версия, супер-мажорная версия 6-128. Вот такой вот объем огромный. Лично я не понимаю смысла, как бы, этот телефон все-таки не флагман, да. И ставить такой объем не в флагман, я не вижу смысла. Я думаю, продажа такой версии будет очень на маленьком уровне. Все будут брать, конечно, 4.64. Вот такая вот версия, самая крутая, 6-128, будет стоить уже 316 долларов. В этом смысла я не вижу, честно, потому что можно добавить, там, долларов 50 и взять уже Mi Mix 2, который уже на 835 Snapdragon, ну, который уже там... У которого есть NFC, кстати. Минус этого телефона, который многих отпугнет опять от покупки, который опять людей расстроит. Многие надеялись, что сделают, наконец-то, что-то годное, недорогое с NFC. Здесь нет NFC. Все, ребят, приплыли. Если вы хотите телефон с NFC, этот телефон вам не подойдет. Не знаю, почему. Все-таки ценник уже не маленький, 250 долларов. Могли бы они поставить туда NFC, но не поставили. Вот они придерживаются своей такой вот линии, гнут свою линию. NFC у нас будет только вот во флагманах. Mi линейка, Mi Note, Mi Mix, все. А вот Redmi у них, Redmi это как, знаете, второй сорт. Клипаем, клипаем, клипаем. Да, у них есть огромный прогресс. И мощности растут, и экран, и камера, и все время какие-то новые фишки добавляются. Но вот NFC, такую, казалось бы, важную для людей функцию, они почему-то не добавляют. Не добавляют, и это печально. До сих пор еще в России такого вот массового распространения NFC нет. Я вот сейчас хожу в магазин и каждый день оплачиваю с помощью NFC. Но я видел за все время, когда появился Android Pay, Apple Pay в России, когда их анонсировали, я одного парня только видел, который оплатил с помощью iPhone 6 покупку в фикс-прайсе. И все, больше я никого не видел. То есть я хожу каждый день, оплачиваю, но вот в очереди кто-то, чтобы еще так оплачивал с помощью телефона, я не видел. Потому что у людей телефоны в основном простые, простые. У них нет NFC в простых телефонах, там за 7, за 10 тысяч. И до сих пор вот не дают. Они вот вцепились за это NFC, и как это, как монополия, я не знаю. Все, кто хочет NFC, должны платить. Вот такая вот фигня. И тут нет NFC. Надеюсь, что скоро это станет распространено, потому что это дико удобно. Я плачу каждый день с NFC. Ничего не беру с собой. Даже если я забыл кошелек, я не переживаю. Телефон всегда с собой оплатил. И все, все принимают магазины. Вот я тоже сомневался. Думаю, ну блин, у нас город такой маленький. До нас технологии доходят в последний момент. У меня город, ну вообще, короче, жопа мира, короче. Вот так, если грубо говорить. Нет, ну каждый магазин имеет вот эту вот бесконтактную оплату. Вообще, в любую забегаловку зайди. В пивнушку я заходил, вообще там в какую-то конченую пивнушку, в клоповник. Купил там сок и тоже расплатился с помощью NFC. Это так было смешно. Там какие-то эти вообще сидят маргиналы. Я зашел туда, оплатил с помощью NFC. Но это как-то не соответствует, я не знаю, этому образу пивнушек. Там все, блин, еще такое старое, советское, а я оплатил с помощью NFC. Вот. И это, конечно, обидно. Это, конечно, обидно. Но в целом, вот если не рассматривать вот это NFC, это телефон годный. Телефон годный. Конечно, он будет слишком сильно конкурировать со своим же телефоном. Вот этот Mi 6X, Mi A2, он будет слишком конкурировать с Redmi Note 5. Потому что у Redmi Note 5 больше батарея на 1000. У Redmi Note 5 ниже цена. Но при этом серьезных отличий нет. Да, у него немножко слабее проц, у Redmi Note 5, у него 636. Но разница не такая уж и колоссальная. И там, и там, собственно, ядра края 260. И там, и там поддержка LPDDR4X. Просто у 660 немножко выше частота процессора. Немножко выше частота оперативной памяти. И другой видеоускоритель более мощный. И все. А так, по сути, это, ну, можно сказать, один и тот же процессор технологический. Просто там немножко он доработан. 660. Поэтому вот как-то так. Глубокая аналитика Mi 6X. Конечно, сейчас не стоит его ни в коем случае брать. Потому что лучше дождаться Mi A2. Mi A2 дожидайтесь. Ну, а кому не нравится чистый Android? Если кто-то скажет, ну, зачем мне дожидаться Mi A2? Он будет на чистом Android. Вроде да, он будет, скорее всего, на чистом Android. Многим не нравится чистый Android. Кстати, мне тоже не особо нравится. Мне гораздо приятнее MIUI пользоваться. Тем людям просто не заморачиваться. Берите просто Note 5. Не надо брать вот этот Mi 6X, Mi A2. Берите Note 5. У него практически все то же самое на MIUI. Плюс еще 4000 мА батарея. Плюс еще дешевле стоит. Уже глобалка появится в ближайшее время. Мне продавец мой пообещал, что в конце апреля он мне уже должен отправить. Хотя уже конец апреля, 25 апреля. Но я думаю, до мая, до начала мая он мне уже отправит. То есть уже без проблем можно заказать. И скоро телефон вам придет. В общем, вот такие вот новости Xiaomi в очередной раз радуют. В очередной раз, ну, мне приятно то, что они делают. Не делают откровенный шлаг. Все их телефоны меня радуют. Так что вот такие вот, ребята, пироги. Думаю, дальше они будут захватывать рынок. Очень интересные смартфоны у них получаются. Сейчас еще ждем Mi 7, ждем Mi Max 3, ждем Mi A1. Поскорее, чтобы выпустили его, поскорее, чтобы начали продавать. Вот. Так что у кого денежки есть, кто там откладывает денежки на покупки смартфона, присмотритесь. Там вы можете дождитесь Mi A2. В общем, ладно, ребят, все сказал. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.